всем привет с вами светлана на своем канале светлый обзор в сегодняшнем видео я хочу показать как мы выращиваем своих цыплят инкубаторских цыплят с первого дня их жизни после того как мы вылупившаяся цыпленка пересадили короб в картоне такой большой короб высота короба у нас 60 сантиметров обычно предлагают чтобы цыплятки там не вылетали им комфортно и тепло было высота от 40 до 60 сантиметров значит обязательно должна стоять водичка вода у нас была просто фильтрованная так как у нас своя скважина фильтрованная водичка и в нее мы добавляли вот такой препарат кальций борт люканат все герметически закрыты он у нас то есть из расчета пока не были маленькие они пили мало водички я шприцом вот прокалывала здесь дырочку набирала необходимое мне количество дым сейчас так как они уже пьют много водички я им давала значит уже соответственно 10 миллилитров на литр литровый банк воды сейчас я уже перестал то есть воду мы не кипятим еще раз повторюсь была фильтрована вода сейчас я уже даю уже просто обычную воду обычную воду из скважины конечно не особо она не была холодная получается кальций борт люканатом пропаиваю в течение 10 дней вместе то есть с утра и на кальций борт люканат дала им попить потом так как водичку в течение дня все равно мы меняем слабый раствор марганцовки водичку меняем в течение дня несколько раз чтобы у них все время стояла свежая водичка так как они иногда ее могут загрязнять естественным путем корм у нас значит корма с первого дня они едят комбикорм стоит постоянно так как первые две недели они едят постоянно мир у них организм растут пк-1 это специально корм для цыплят цыплят не курни сушек ну вообще необходимо то что из чего состоит вы можете посмотреть в интернете также как и о препарате кальций борт люканатов никакие прививки в акцины мы не делаем так как у нас малая лпх и как ветеринар сказал у нас в нашем районе случаев никаких заболеваний никаких падежей не было и в нашем случае тоже мы уже курчик наших содержим шесть лет выращиваем своих птенцов только в этом году мы вот решили инкубировать до этого нас курцы не сушки сами выращивали своих цыплят высиживали и выращивали с нашей помощью конечно еды и поил поэтому вот в этот раз у нас наши инкубированные первичные вот этот вот мы уже заложили еще вторую партию жить так что еще могу сказать значит корма на стоит пока постоянно температурный режим в самом коробе 32 градуса был сейчас мы начинаем с 10 дня снижать температуру так вот такой у нас у нас там висит и термометр вот и термометр висит просто вот как вот уличный термометр но это на всякий случай и вот такой вот датчик мы взяли пока временно но это он как он у нас датчик и увлажнения и температуры это от метеостанции то есть нас дома есть метеостанция для улицы и для дома мы пока решили вот использовать их и в инкубаторе и вот у цыпляток чтобы у нас все данные прям вот видны на на аппарате но это на всякий случай на уровне нахождения цыплят он висит чтобы это было точное точное показание точные показания температуры ну они так с ним конечно играются но не более того так свет значит у нас цветовой режим первые 5 дней а не давайте вам сначала значит первые дней 5 дней температуру следует поддерживать на уровне 29 30 градусов но посмотрите по своим цыпляткам если они жмутся друг другу собирается в кучке то вероятнее всего им холодно мы держали температуру 32 градуса это не страшно потому что опять же смотрите по состоянию самих цыплят если они дышат тяжело открыты постоянно клювик значит им жарко но для нас это была такая температура а получается 10 дня мы ее начали снижать то есть каждую неделю снижаем но на три градуса потихоньку присматриваясь опять к состоянию цыплят по их поведению вот значит и еще вот как еще можно определить если они подвижные кушают пьют водичку активные они уже даже вот им всего 13 день они уже тут уже своим крылышками тут показывают летают как они умеют летать у нас и при если конечно еще а по поводу метража то есть если значит на по норме считается на 30 цыплят то есть на 1 квадратный метр так на 1 квадратный метр желательно чтобы где 30 35 суточных цыплят был расчет чтобы не было очень большую скучность вот они сейчас уже у нас подрастает уже чувствуется что им уже не хватает места это тоже за этим на смотреть мы сейчас вот им готовим уже бродер уличный у нас есть а вот домашнего еще пока нету то есть он готовится и будем уже их делить потому что при большой скучности они конечно могут и из уже погибать слабые цыплятки которые не могут так вот быть такими боевыми подвижными они могут быть просто затоптаны другими цыплятами и еще вот еще как вы можете понять что если тепло то цыплятки стараются быть подальше от лампы то есть если им холодно они жмутся наоборот ближе где лампочка ну я вот лампу сейчас уже подвесила уже повыше у меня вот там есть внизу пролезет когда не были маленькие они немножко вот меня была пониже лампа опущена вот сейчас повыше значит еще с десятого дня мы уже начинаем вводить им ночное время то есть по полчаса то есть выключаем свет и чтобы они привыкали к ночному времени потому что это необходимо нагревательные лампочки у нас 40 до 60 ватт этого достаточно если для обогрева вот когда как раз вот будем на и вот ночное время мы вводим да сейчас пока по полчаса достаточно не успевает кора постыть так вот будем ставить банки наш найти еще пока маленькие будем ставить в банку лампу и чтобы они прижимались там грелись когда ночью темно прижимаясь к этой баночке ну нет тренковых грелку горячей водой кладут оборачивать и суставную какую ткань там или шарф вот еще значит вот первые 10 дней обязательно постоянное освещение дальше у нас идет получается до двух месяцев вот так вот рассчитать нужно чтобы время их ночное увеличилось до 9 10 часов то есть это уже к нормальному режиму самих кур не сушек вот короб у нас содержится в помещении еще хотела сказать по поводу вот я им сегодня не сказала что первый день когда мы выкладывать сейчас я им уже газетку выкладываю потому то есть стилю газетки несколько раз в день ее меняю потому что они постоянно кушают естественно постоянно у них помет идет и первый день я использовала когда из гонкубатор моих выкладывали то есть обычно вот это одноразовую пеленочку чтобы не совсем шоково было из своего комфортного комфортных условий скорлупки чтобы было тепло это первый день а вот потом уже начиная со второго дня я уже стала просто газетки стелить это удобно раз-два свернул и убрал если действительно чистенько еще я сейчас с десятого дня стала вводить им вот вот такие связки подвешиваю крапивки вот просто сейчас я привяжу они сейчас подпрыгивают уже поначалу боялись сейчас уже это молодая крапивка я ее ошпарила кипяточком это чтобы она не жглась они уже с удовольствием да вот уже уже знают что это такой поначалу они прям шарахались так и вот такой лучок зеленый я уже показал как я сорвала сходила вот нарезала мелко сейчас они его с удовольствием тоже на него налетят сначала я немножко им давала чтобы посмотреть на их реакцию то есть они тоже расчистивали так как столько много это для них такое количество цыплят немного вот сейчас они на него налетят запах будет конечно в комнате стоять ух запах сейчас лука в помещении будет стоять на ней очень его любят на всегда вот я так кого-то мы зажали кто-то кого-то зажал по-качьим я говорю уже не хватает им места так где у нас хромоножку я хотела показать маленький самый-самый маленький но он уже довольно таки такой да и на раз даже его не найдешь ну все испугались испугались я про сначала насыпалась вот есть какие-то с а вот нашла вот он маленький нас цыпленочек вот если кто да вот такой у нас вот он видите так что это у нас тут тебя испачкал что ли вот сейчас покажу лапки вот ничего на все пальчики выпрямились вот смотрите все пальчики у нас и он там вот сейчас вот так вот цепа все все прекрасно стоит прекрасно но единственно что он маленький маленький зато удаленький петушок покрылышками посмотрела так асты петушок будет ну что ж поделом останется у нас в хозяйстве будет наш любимчик так вот дальнюю жизнь пускай живет пускай нас радует тихо 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 смотрите уже входит все прекрасно вот наш хромоножка у которого лапки разъезжали с разной стороны пальчики подгибались часть уже все окреп так что я еще хотела сказать мы если кто не хочет кормить комбикормом цыплят может потом посмотреть мое следующее видео я вам расскажу что и как можно вводить какие натуральные продукты питания ну мы вот так не нравится он до двух месяцев мы вот вот этим комбикормом кормят цыпляток а потом уже постепенно начиная просто размолы вводить размол и они у нас на свободном выгуле сейчас нас почти конец апреля но уже на улице начинается теплеть если у кого нет уфу лампы необходимо хотя бы на полчасика чтобы цыплятки были на солнышке иначе у них не будет усваиваться витамин d то есть это будет расхит и они будут слабить но наши цыплятки вот те предыдущие которые сподносит так они месяц на сеткой все время были находились в уличных брудерах там у них и гнезда мы располагали и никогда никаких болезней каких падежей у нас не было то есть все же не тщательно было это вот я бы в этом году посмотри инкубаторские вот все будет потеплее и тогда а нет тоже надо будет выводить на солнышко то есть это нужно начиная с пятидневного возраста желательно цыпляток выводить на выгу то есть там уже и травка кстати вот чем вот с курицы с на сеткой чем вот было хорошо она ему же и покажула как и землю рыхлить своими когтями как червячков доставать всех насекомых они там ловили может это еще сказать что порода такая у нас астроворпы и доминанты тут уже конечно все перемешалось можно сказать что это уже просто деревенская курица деревенским иммунитетом астроворпа они вообще вот отличается то что у них крепкое здоровье такая селекция выведена породы мясо яичное очень нам нравится они у крупные птички крупные яйца вот вот такие вот все вот что я хотела чем поделиться что рассказать вам показать вот такие наши ребятки все разноцветные красавцы 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 ну всем спасибо спасибо что зашли на мой канал посмотрели видео если кому что понравилось ставьте лайк пишите комментарии если у кого-то есть какие-то советы и всем пока с вами была свеклана и цыплята на нашем канале светлый обзор всем пока всего доброго